Хей! Ла-ла-лей! С вами Катерина Рэй. Всем привет, ребят! Часто мы не знаем, что подарить, и вообще, что подарить, это большая проблема, поэтому можно дарить деньги. Но чтобы деньги не дарить просто так, типа, в конверте, на тебе бабки, я придумала несколько идей о том, как можно сделать это оригинально, интересно, чтобы человек сначала не подумал, что это вообще деньги. Все любят, когда им дарят деньги, и они просто, чтобы мне дарили деньги. Короче, давайте начинать! Итак, эта идея возникла из-за прошлого видео, где DIY делаю новогодний, и просто вот эту баночку, которую я сделала красивую, мы берем и кладем в нее внутри денежки. Человек может подумать, что вы дарите ему конфеты, а там, блин, 5000 рублей, ну или сколько вы положите, главное, чтобы было не видно. И это будет классный сюрприз. Следующая идея возникла тоже из-за прошлого видео, сначала я просто скручиваю денежку, как будто бы это наш цветочек, а потом несколько купюр привяжите красивой лентой. Ну, не приклеивать же нам к этому сердечку тысячные купюры, верно? Ну и, конечно, потом придется распрямить, и вообще я не люблю мять деньги, но ради этого видео можно. А также я предлагаю вам подарить чек. Если вы знаете банковский счет человека, которому вы дарите подарок, то есть деньги, то вы можете перевести на его счет какую-то сумму, вы дарите чек. Его, кстати, можно просто красиво вот так вот как-нибудь сложить, обвязать красивой лентой, и вот так подарить эту бумажку. Он такой, типа, чё это такое? Открывает. А там... Пять тысяч тебе перевели. Спасибо, друзья. Я бы была рада. Кто сказал, что книга это плохой подарок? Не в нашем случае уж точно. Вы можете подарить книгу с вырезкой под деньги, и, собственно, положить внутрь деньги тоже. Такие книжки продаются в книжных магазинах, и, наверное, их можно где-то еще найти. Ну, либо вырежьте сами из старой книги. Ну, и, конечно, можно подарить кошелек с деньгами. То есть, ну, знаете, дарят обычно кошелек, а денежку туда кладут обязательно, когда вы дарите кошелек. А можно сделать, чтобы кошелек это был предлог, чтобы подарить деньги. Ну, этот вариант подойдет только, если вы дарите большую сумму. То есть, можно тогда в кошелек положить эту большую сумму и дарить кошелек. Кошелек может быть простеньким, там, не знаю, за 200 рублей, а идея будет вот в той сумме. То есть, он будет сначала думать, что вы подарили кошелек, этот вот дурацкий, а там бабки. Что ж, я надеюсь, вам понравилась эта идея. И если это так, тогда пощекочите пальчик вверх. Ему будет приятно, и мне будет приятно, и всем будет приятно, и вам будет приятно. Приятно слово зашкаливает в этом видео, но это хорошо. Слово приятно приятное. Всем пока!